МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Главная магистраль столицы ведет к одному из крупнейших спортивных сооружений страны, московскому стадиону Динамо". Сотни чемпионов самого большого полета. Это все производство стадиона Динамо. Для меня вообще спортивная жизнь начиналась на Динамо, как болельщика, продолжалась на Динамо. И так уж случилось, что последний матч на том старом Динамо довелось мне комментировать. Маяковский здесь выступал. Здесь не было вип-трибуны, но была почетная ложа. Сто лет назад Петровский парк считался одним из самых популярных мест для прогулок москвичей. Состоятельные люди кротали здесь вечера в ресторанах и беседках в глуши липовых рощ по звуке полкового оркестра. Прошло совсем немного времени, и среди аллей появилась площадка, на которой собирались спортсмены и болельщики московского Динамо. В 1925 году они, по сути, своими силами приступили к строительству стадиона для любимой команды. Основным орудием были кирка и лопата, а транспортом – лошадь. Помощь от московских властей пришла только спустя два года, когда городу понадобилась вместительная площадка для всесоюзной спартакиады. Стройка ускорилась. К проекту привлекли выдающихся архитекторов Аркадия Лангмана и Лазаря Черековера. Именно им принадлежит идея гигантской подковы высотой с четырехэтажный дом. Здание получилось вытянутым на полкилометра в длину, с двумя прямыми трибунами и одной полукруглой. Заканчиваются последние приготовления. Размечается футбольное поле, вешаются сетки. Ставится последняя точка. Стадион готов к приему спортсменов и зрителей. Официальное открытие стадиона состояло 17 августа 1928 года. В тот день на футбольное поле вышли команды Белорусской СССР и рабочей сборной Швейцарии. А спустя всего шесть лет началась первая реконструкция стадиона. Достроили восточную трибуну. Вместимость увеличилась до 53 тысяч человек. Но болельщикам и этого было мало. Они уплотнялись на лавочках и заполняли верхние площадки. Смотреть матч могли уже 70-80 тысяч человек. Стадион «Динамо» жил без выходных. Дети и подростки занимались здесь спортом в любой день недели. Так появились коллективы юных «Динамовцев». Стадион превратился в маленький спортивный городок. 19 июня 1941 года прошел матч между московским «Динамо» и сталинградским трактором. А через три дня началась Великая Отечественная война. Чтобы уберечь стадион от авианалетов, на газоне высадили ели. При взгляде сверху создавалось впечатление, что это самый обычный лес. Внутри чаши сформировали отряды отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Футбол вернулся на «Динамо» только в 45-м. 2 мая 1949 года именно со стадиона «Динамо» провел свой первый телевизионный репортаж знаменитый комментатор Вадим Синявский. На этой арене впервые по громкоговорителю стали представлять болельщикам и игроков. Именно на «Динамо» впервые появился счет на огромном табло. «Конечно, при полных стадионах всегда было приятно играть. Поэтому в этом вот это вспоминается, особенно, так сказать, принципиальные матчи, значит, и со «Спартаком», принципиальные матчи и с «Киевом». Вот, поэтому в целом, конечно, остались впечатления большие. Футбол в Советском Союзе стал невероятно популярным. Стадионы и раньше с трудом вмещали всех желающих. А после войны в кассах все чаще встречались таблички «Все билеты проданы». На автобусе проезжаешь мимо касс, и такие были большие очереди. Когда из окна ты видишь эти очереди, это дополнительная всегда мотивация была для игроков. В 1953-м на стадионе установили осветительные мачты. Игры стали проходить по вечерам, не отвлекая поклонников спорта от работы. А чуть позже, во времена оттепели, здесь прошел товарищеский матч между сборными СССР и действующим чемпионом мира ФРГ. 21 августа 1955 года. Москва. Стадион «Динамо». Десятилетнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны ФРГ вступила в НАТО, на что СССР объявила о создании Варшавского договора. Это делало встречу политизированной. И все-таки сам футбол вышел тогда на первый план. Матч завершился победой советских футболистов со счетом 3-2. В 60-е и 70-е главной спортивной арены страны стали Лужники. Но и стадион «Динамо» не утратил своей значимости. На арене в Петровском парке по-прежнему проводили много спортивных соревнований. Здесь ставил мировые рекорды в прыжковой яме Виктор Санеев. Здесь станцевали свою кумпарситу Людмила Пахомова и Александр Горшков. Здесь заложил основы советского хоккея Аркадий Чернышев. Но футбол на «Динамо» всегда оставался зрелищем номер один. Болельщики со стажем с ностальгией вспоминают о первых походах на стадион. Огромное количество народа на стадионе, игра, детский восторг, яркие эмоции, которые я до сих пор забыть не могу. Почти 200 матчей на стадионе «Динамо» сыграл великий Лев Яшин, единственный вратарь в истории, который получил золотой мяч. Здесь в начале 50-х начиналась его карьера в «Динамовском свитере». Здесь же в 70-м он попрощался с футболом. Мне присчастливилось один год выходить на футбольное поле «Динамовское», вот оттуда, из подземелья с Левом Ивановичем Яшиным. И когда и норы с коленки в таких тяжелых матчах дрожали от напряжения, он всегда видел у того или иного молодого игрока, значит, какое-то такое есть сомнение. Он подойдет, похлопает, все как рукой снимало. Валерию Газаеву стадион «Динамо» запомнится по олимпийскому турниру 80-го года – матч за бронзу между СССР и Югославией. Советская команда победила со счетом 2-0. «На стадионе «Динамо», где ты каждый раз, каждое воскресенье, субботу выходил играть, конечно, это было приятно. Ну и то, что стали бронзовым призером чемпионата Олимпийских игр. И такой утешительный, будем говорить. Для нас тогда это был утешительный результат. Конечно, хотелось бы большего, но жизнь показала, что где-то мы не доработали. В 90-е стадион немного изменился внутри. У газона появился подогрев, а деревянные лавочки заменили пластиковыми сидениями. Вместимость арены уменьшилась до 36,5 тысяч, то есть в полтора раза. «Динамо» стала соответствовать международным требованиям. В 96-м году главным событием на стадионе стал не футбольный матч, а выступление короля фоп-музыки Майкла Джексона. Естественно, все билеты на концерт были проданы. В ноябре 2008 года арену вновь закрыли уже на масштабную реконструкцию. В последнем матче перед «Глобальной стройкой» сыграли «Динамо» и «Тон». То, что люди мечтали кусочек газона забрать с собой, что-то в качестве памяти так ухватить. Знаете, Дмитрия Дерунца, достаточно известного комментатора, собака милицейская укусила, потому что он пытался там через забор перелезть, что-то отхватить, кусочек дерна вырвать или что-то такое. Таких историй было немало, и народ действительно, вот как память, хотел себе что-то получить. Первоначальный концепт новой арены создал голландский архитектор Эрик Ван Эггера. Окончательный дизайн был разработан американским архитектором Дэвидом Манига. Все, кто работал над этим стадионом, хотели соединить градостроительное значение для ансамбля и вот пространственное значение для самого стадиона. Замысел любой арены, и этой, в том числе и в первую очередь, это вот создание такого котла. На начальном этапе прошла акция «Построим стадион вместе». Динамовские болельщики, как когда-то их предшественники, укладывали кирпичи в стену будущего музея клуба. Новая стройка растянулась на 10 лет. Стадион возводили по сути с нуля. От старого советского колизея осталась лишь часть восточной трибуны. Больше всего меня волновал один вопрос. Вот перестраивая стадион, сохранят ли они вот этот вот фасад «Динамо»? Спасибо, что сохранили. Теперь под одной крышей с футбольным полем соседствует хоккейная площадка. Каждый раз, когда мимо Петровского парка проезжала, я считал, года, дни, когда вот эта стройка закончится, закончится. И чтобы побыстрее сыграть на этом стадионе. Для московского «Динамо» это, наверное, огромный подарок иметь такой стадион. Ничего подобного, я думаю, что у нас пока нет. Ну, по крайней мере, в Москве. У нас вообще вариантов не бывает, куда мы пойдем на выходные. Мы всегда здесь. Это очень здорово. Это отличное место. Футбольный стадион «Динамо» сейчас носит имя Льва Яшина. Вместимость арены 25 тысяч. Именно такой она была и 95 лет назад, когда стадион впервые открылся для посетителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова